Екатерина Волкова актриса-модель, но которая больше известна как бывшая жена писателя и политического деятеля Эдуарда Лиманова. К тому же часто путают с ее тезкой Екатериной Волковой, которая сыграла Веру в сериале Воронины. Сегодня более детально поговорим про ее личную жизнь. Екатерина Волкова разведена, она успела побывать замужем несколько раз. Первым ее избранником стал мужчина с Тольятти по имени Алексей, он был старше Кати на 7 лет. Ему актриса родила дочку Валерию. Алексей оказался человеком из криминального мира, впрочем он занимался вполне миролюбимым, но незаконным занятием. Собирал и разбирал ворованные автомобили. Рассталась пара из-за того, что Катя хотела развиваться как личность и поступать в театральный, но супруг был против этого. Вторым, правда, неофициальным супругом стал театральный режиссер, продюсер и руководитель театра Эдуард Баяков. С ним в законных отношениях не вышло, поскольку мужчина был женат. Впрочем, именно с Баяковым Екатерина встречалась дольше, чем с другими мужчинами. 4 года. А вот второй законный брак последовал в 2003 году. Екатерина стала супругой режиссера и продюсера Сергея Чильянца. С ним актриса познакомилась в 2002 году на кинофестивале в Ханты-Мансийске, где Волкова представляла фильм о любви Сергея Соловьева. Чильянц тут же влюбился и предложил пожениться. Пара расписалась через год, но позже оказалось, что у супругов полярные взгляды на жизнь. Чильянц заявил, что Екатерина годится лишь в любовнице, а не в жены. Наибольший общественный резонанс вызвал брак Екатерины со скандально известным политическим деятелем Эдуардом Лимановым. Он, кстати, на 31 год старше актрисы. Вопросом задавались все, что общего может быть у таких разных супругов. Оказалась любовь. А она была страстной и действительно яркой. Эдуард и Катя познакомились на художественной выставке. Актриса заметила, что мужчина смотрит на нее ошарашенными глазами и мимоходом спросила. Здравствуйте, я Катя Волкова. Я вас так впечатлила. На что мужчина ответил. А кто вы? На что Катя парировала. Вы разве не смотрите КГБ в смокинге? После этого он оживился и стал проявлять к актрисе особый интерес. С этим мужчиной Екатерина прожила три года. На смену страсти пришел быт. Актриса родила политику сына Богданова в 2006 году и осознала, что ее супруг не готов к отцовству. Последней каплей в отношениях стала очередная беременность. Екатерина и Эдуард расстались. И уже после этого, 17 июля 2008 года, родилась дочка Александра. Эксантра.